вот мы и вышли на мостик да ребята прикольное место первый раз я попал за всю жизнь сколько живу в америке в нью-йорк на бруклин бридж бруклинский мост вокруг красивая архитектура модерн и мостик позапрошлого века который до сих пор функционирует вон манхеттанский мост который в принципе тоже красивый уже не такой как бруклинский этот более популярен болит с камня сделан местные менты таких вот маленьких машин охраняют покой туристов конечно пешком бруклина откуда мы сейчас идем манхэттен занимает достаточно долго времени что перейти на велики гораздо быстрее но тут всегда людей много и днем и ночью на каких только национальности нету опа уселась и нормалечек все канаты вид стальные мост был построен в 1869 году и перестроен в 1954 о чем гласит 2 вот эта табличка так что это старый-старый мост начало его было в 1869 он был окончен первый раз ну а достройка уже немножко позже давайте остановимся посмотрим вот эту красоту что вокруг на момент мы сейчас смотрим на манхэттен бизнес-дистрикт города нью-йорк большие дома торговые центры а вон там сзади остался у нас старый бруклин вернее уже даже не старый а такой реконструированный район дамбо как я понял поправьте в комментариях если не прав слева виднеется мне статуя свободы конечно эту камеру может быть и не видно но она там есть так что я думаю можно потихоньку ехать на велик люди кататься уже полегче уже пошла дорога вниз виды конечно просто шикарно везде камеры везде камеры я думал ты спереди в общем со мной ребята сейчас проедете весь бруклинский мост снимаю его сначала до конца и не нужно приезжать в нью-йорк и не нужно приезжать в нью-йорк открывайте канал youtube Михаил ВК и смотрите шучу конечно на самом деле приезжайте посещайте путешествуйте это всегда интересно и полезно гигантский мост громадное строение у него коллеги hello эти какие приветливые махают здороваются молодцы что сказать так еще один столб вернее еще одна секция моста продают по 10 по 20 долларов картиночки и что друзья ну пускай мы почти добрались да да конечно видите так интересно движение идет люди идут по правой стороне хотя ну это строго для велосипедов они должны быть пешеходы слева но тут никто не слушается этого поэтому нужно их объезжать excuse me мы съезжаем уже с последней секции от такого длинный мастера который ведет через реку Хадсон из района Бруклин города Нью-Йорка в район Манхэттен того же Нью-Йорка открывается сразу величественный своими небоскребами Манхэттен перед нами не знаю сейчас прокатимся где-нибудь по Манхэттену чуть-чуть или поедем назад через мостик будет видно ну а в принципе и все ну а в принципе и все на роликах катаются так же не только на велосипедах и все и все на велосипедах остались в знак на весну велосипеды ехте медленно ну и понятно почему так что-то по встречке есть мужика очень красивая такое железное здание аж блестит на солнце здесь там уже виднеется world trade центр торговый мировой центр конечно 80 процентов катаются на велосипедах которые арендуют нью-йорке остальные все ездят на своих все метёк сигналит сзади потому что у меня рука занята чайна-таун кстати начинается база базарчик этот вида на работу опаздывает то нет он кричит так специально чтобы люди испугались и ушли такой голос у него конкретно что заезжаем в туристическую зону нью-йорка с кизме а едем на брак немножко езду по манхэттену я вообще же села батарейка на озма хотя очень долго на держит конечно о менты стоят как бы их объехать так аккуратно так нормально все банально узенько узенько в этой части я ребята с вами первый раз да и сами никогда здесь не был поэтому еду зевая по сторонам что нам далеко ведь ищем а вот docking station слева смотри ну давай до чайна-таун доедем а здесь приводичайно да ладно мы его повидели по ютубу поэтому сейчас он живет в лос-анджелесе смысла ехать туда нету слушай давай на так так 3 минут 4 минут а ну подожди он подождем давай давай дакуем так ваша все зеленые заберется опачки новый рам смотрите стоит нью-йорке еще кто-то на таких машинах ездит вау а батареечки 10 процентов осталось у меня так есть одно место видео показывает прям смотрите как тут бездомные даже живут сразу нью-йорк теплых одеялах тут она и спит женщина в основном как право это больные такие люди они можем без комбратики все замкнулся без наводки ока и чудо guess о дорогах засада куда его сдак поставить у меня одного нету здесь что я могу передать любой другой а зачем давай давай а я потом сниму еще давай мужчины да не но за да а то есть а вот и я не шерал спорта окей окей горды окей а рафаэль сантаян все что и ставят а ты ждешь чтобы взять а сколько мне осталось там это же время царе метро чувствуется под низом едет слышишь земля трясется обалдеть наш велики трещат ребята метро под низом проезжать так смотрим что у меня программка еще три минуты я как раз заберу ты когда закончишь свое время она говорит что свободный таки есть не на рассказала сейчас поменяемся что так вот мы прокатились нью-йорк день еще не закончится но батарейка на озмо кончается поэтому я буду ее уже завершать а другой батареечки пока нету забыл дома сегодня сейчас буду продолжать снимать и жены телефоны да немножко кататься я на погнал немножко еще кататься по манхэтту но может быть в бруклин заедем ну бруклин там принципе смотреть нечего мы уже были на той стороне бруклине где вот этот мост между здания ну что пожелаем бездомной женщине удачи можно закинуть пару рублей скажет они все купят да это то поедем все не переключайтесь каким-то образом мы добрались до китайского района манхэттен называется чайна там думаем сейчас где-то свить ком перекусить на какую-нибудь утку по пекински на фуры гоняют тут полным кодом контингент людей строго азия китайцы корейцы вьетнамцы тайцы это реально ихний город ихний район дал и роли у них прям по соседству мужику говорит им туда есть не туда есть путешествия есть по другой стороне в общем вот такой вот население здесь видите думаю невооруженным глазом здесь все понятно мигдон ехали в чайна таун 5 часов чтобы покушать макдональдс логично логично но все может быть конечно я думаю поехали на рамен какой-нибудь заедем по супчику то поедем дальше уже бруклин по делам ну а вот он въезд на манхэттен бридж манхэттенский мост с чайна таун такие вот ворота стоят очень похожие есть во многих городах мира ну что решили мы пешком походить по чайна таун поставила весы велосипеды на полчасика идем пешочком свечком вот такой вот китай здесь посреди нью-йорка видите продают пожалуйста пир дориан как в таиланде все что хотите не знаю достаточно чисто в городе я удивлен когда последний раз здесь было девяносто девятом году здесь гораздо хуже был сейчас ничего смотрите зелень окра лучок разные сучки для китайских бруклин свежие фрукты мандарины шишки драгонфрут виноградик тут же хот-доги шашлычки продают короче город есть город но прям ощущаешься где-то в пункта таиланде китае что-то строят что-то ломают вечный круговорот типичные пожарные лестницы по всему нью-йорку такие еще из древние сначала города и дай бог пожарут будете прыгать по таким лестниц на новых зданиях таких уже наверно ничего нету на это что в жилых все в жилых зданиях видите ли вы приезде велосипедах где они стоят с вывернутыми колесами веками вот китайские забегаловки тут можно поесть за пару за пару до прогоняя из дороги поесть можно за пару долларов но нет гарантии что вы останетесь живым после такой еды опа что там за дверь машина мешается и уже все то что проверяешь как же насчет парковки друзья в нью-йорке вот примерно вот так паркуется в этом городе машины в 3-4 этажа напоминает 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 525 долларов в месяц короче одна парковка стоит дорого жить нью-йорке но люди тут и зарабатывают совершенно другие деньги восточный банк и стиле китайском из дэнк имеется красивая архитектура вот это здание я думаю модели видели у разных блогеров ее показывали необычная этаж на этаже очки надо все погнали мы назад взяли снова велосипеды движим в сторону машины потому что у нас парковочка заканчивается через 20 минут пойдут штрафы а штрафы в нью-йорке как вы знаете высокие рисковать не будем красный на красный ездит красивая архитектура конечно нью-йорк красивая архитектура ну вот мы на мосту в общем тут такой подъемчик как обычный идем пешочком светёчком что-то мы не поднялись на эту горку куча людей ходит мешается видите слева велосипедная дорожка справа для людей но тут всем по барабану вот на чем накататься на батарейках ну что наше путешествие почти закончилось по нью-йорку красивый город с красивой архитектурой неимоверно просто первый раз конечно я так покатался много по этому городку в особенности по Манхэттену конечно здесь город мы не охватили охватили очень маленькую его часть но тем не менее было интересно прокатиться осталось у нас 10 минут до того как нам даже штраф за парковку машины ну и плюс велосипеды наверное уже просрочили немножко не работает не работает что такое все зеленая кнопочка означает мы вернули велосипед все до свидания Манхэттен мы поехали в Бруклин мы на Куни Айленд в Нью-Йорке в Бруклине хотим показать вам частные дома которые здесь есть по 3000 квадратов примерно по 200 квадратов и они стоят по 2 миллиона здесь именно в городе вот такие маленькие частные вот видите как два застряли между высоких зданий миллион полтора два три в зависимости от сколько какой размер и какой он старый я думаю такой вот Куни Айленд недешево здесь недешево вот вот это типичная улица Бруклина это не Брайтон Бич это другая улица похожая на Брайтон Бич вот вот сверху метро внизу машины и такое я думаю в городе Нью-Йорке вот вот это вот уже Брайтон Бич мы набрали сюда до Брайтон Бич видите ходят наши дедушки бабушки с такими сумками популярными сразу тут базар вокзал о пожалуйста вот так вот тут вообще английский можно не учить на этом Брайтоне разговаривают все по-русски или по-украински поэтому когда-то здесь жили афроамериканцы сейчас это все наш народ по-русски 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 удлин Наконец-таки выбираемся из города Нью-Йорка уже официально А тут такая пробка три с половиной часа вообще к нам оехать а дорога в принципе должна быть два с половиной так понедельник вечер пять вечера лучше времени и места не найти чем нью-йорк-сити 5 вечера и 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